День Победы Годы летят, а потому так бесценны минуты, проведенные рядом с вами. И накануне Великого Дня Победы, самых уважаемых людей нашего города, ветеранов и героев труда поздравляли руководители района. Ее заслуги перед страной исключительны, так же, как и ее возраст. В этом году герой соцтруда и долгожитель Клинского района отметила свой 103 день рождения. Свою звезду героя она получила в 1947-м за ударный труд в Высоковском колхозе имени Калинина. Об ее урожайных показателях зерновых буквально ходили легенды. А она просто работала, честно, не жалела себя, потому что по-другому не может. Я интересуюсь всему, интересуюсь. Ну вот сейчас, видишь, я обычно и занимаюсь, и сельским хозяйством занимаюсь. Все это у меня еще осталось. Накануне Дня Победы Вера Николаевна принимала высоких гостей. Но встреча хоть и была официальной, но получилась по-домашнему теплой и искренней. Я очень рада, что такой замечательный день. И солнышко светит, и праздник Победы скоро совсем. Мне посчастливилось выбраться к вам с тем, чтобы вручить вам награду, которая, я думаю, для вас будет дорога, потому как это олицетворение нашего города. В этом году мы выпустили такую награду 700 лет городу Клин. И вот наших жителей, людей, которые всю свою жизнь посвятили нашему городу, мы вот такой наградой стараемся отметить. Спасибо. Желаю вам здоровья. Очень позитивно настроены. Ничего, ничего, ничего. Жить можно, жить можно. Я бы еще работала, а у меня нога. Белагея Ивановна Крючкова. Ей всегда было стыдно сидеть без дела. За такую особую преданность труду ее и наградили в 1966-м высшей наградой. Свой путь трудового героя она прошла в цехах Химолокно. Общий стаж 41 год. Сначала рядовой крутильщицей, но уже через пять лет Пелагея Ивановна – начальник смены. За рабочий день ее бригады выдавали по 17 тонн Клинского капрона. Наши искренние поздравления с Днем Победы, которому вы имеете самое непосредственное участие, которому вы действительно, наверное, научили радоваться нас. Потому что мы, то поколение, которое не знало войны, могли только через вас почувствовать вот это великое значение этой победы. Поэтому наше поздравление, большая любовь вам, большое уважение. 1 мая Пелагея Ивановна отметила свое 90-летие. Поэтому к официальной награде почетного гражданина города, как нельзя кстати, пришлись теплые поздравления и подарок от чистого сердца. Мы помним о том, что у вас был день рождения 1 мая. И поэтому разрешите вот такой подарок вам, чтобы он вас согревал. Задари. Ничего, ничего. Пусть он вас согревает. Сегодня в районе более 2000 ветеранов Великой Отечественной. Среди них участники войны, их вдовы, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда. Муниципалитет старается, оказывает им помощь и поддержку не только в праздники. Круглый год. У нас работает комиссия по индивидуальному сопровождению, по обращению наших граждан, взрослому нашему населению, которые испытывают те или иные проблемы, имеют возможность обратиться с заявлением в администрацию. И комиссия, вот этот комитет у нас рассматривает, кому-то окна вставляем, кому-то помощь материальную оказываем, кого-то сопровождаем в больницу. То есть это все уже индивидуально. Накануне Дня Победы юбилейные знаки отличия вручили долгожителям и героям соцтруда. Но список почетных горожан будет постоянно пополняться. Официальную награду вручают заслуженным жителям города.